Субтитры создавал DimaTorzok Вот его портрет Поэт, гуляка Совершенно такой веселый человек Компанейский очень Имел женщину, с которой жил Содержанку Был священником Потому что дядя купил им это место Дядя купил им это место Потому что, а что делать еще Образованному человеку Где приложить свое образование Научных институтов не было Поэтому только в церковь Он играл на многих инструментах Очень талантливый человек Дядя очень сильно Понуждал его к учебе После окончания учебы Он стал пастором церкви Которую даже дядя купил Согласно тогдашним нравам За 100 гульденов Если ты образован То надо быть священником Ну вот Ну это было в 1519 году А годы жизни у него 1484-1531 Он молодым умер 1484-1531 Потом он стал капелланом В Беднедитинском монастыре И еще он был народным священником В Цюрихе Где он ревностно изучает эразма И он был сторонником реформы Католической церкви И утверждал Мы можем реформировать церковь И надо вернуться к Библии И Цюрихе Цюрихе целиком с этим был согласен То есть умственно Он целиком соглашался с эразмом И эразм знаете что сделал Я не сказала вам Какое важное дело сделал эразм Эразм любя классику Классические языки В частности греческий Он сделал новый перевод На греческий язык Нового Завета Которым пользовались все реформаторы Все пользовались переводом цингли Эразма Это знаменитый был его перевод И к цингли тоже имеет отношение Потому что он будет желать Научить молодежь швейцарскую Изучать Библию Изучать Евангелие По переводу эразма Они будут читать этот перевод И это поведет к очень далеко Идущим последствиям Изучая труды эразма Цингли получил собственные идеи Реформации По мере развития этих идей Он изменялся сам Он начал по-новому проповедовать Из Нового Завета А не из книги проповедей написанных И его переломный пункт Его жизни Это 1519 год Что в этот год произошло? Он умирал Была эпидемия в Цюрихе И все бежали из Цюриха Но он остался ухаживать за больными Сам заболел и умирал И вот здесь он впервые Возвал к Богу Вы понимаете У него была головная вера Интеллектуальная вера Поэтому он очень увлекался эразмом У того тоже была такая вот Логически интеллектуальная вера Ну и И у него началась новая жизнь После того, как Бог его просил Он начал проповедовать Новый Завет И он собрал группу студентов Для изучения греческого языка На основании Нового Завета Вначале он хотел просто Чтобы студенты изучили греческий язык Чтобы они могли читать Евангелие Переведенное эразмом Но потом он подумал Зачем отдельно изучать греческий язык Когда можно прямо по-гречески Начать читать Евангелие И так получается И Новый Завет они изучают И греческий язык изучают Так что он так вот решил сделать Он собрал около 12-15 студентов Там были необычайно одаренные молодые люди Будущие руководители анабаптистов И вот по мере изучения Нового Завета И у Цвингли и у его учеников Открывались глаза на Божий план спасения людей И на образование церкви И Цвингли из довольно легкомысленного человека Становится мыслителем Он обнародует 67 тезисов В которых будет больше сказано о Христе Чем в тезисах Ютера даже Христос как Спаситель Искупитель Господин Господь И в это время переживает большое влияние Августина И становится пацифистом Противником всяких войн Он поэтому перестает рекрутировать молодых людей на войну И в кружке руководимом Цвингли складывалось нечто совершенно особенное Непохожее на лютеровскую реформацию Складывался новый взгляд на церковь Как? Три Четыре момента Первое Отделенные от государства Состоящие из одних только Второе Спасенных Христом людей Третье Священников Имеющих доступ к Богу И четвертый Ответственных перед ним за свое служение То есть за свидетельство о Христе Вот четыре момента Которые они увидели Они задались вопросом Что такое церковь И стали искать ответа в этом писании И четыре момента Помнили? Запомнили? Нет? Отделенные от государства Состоят только из спасенных Христом людей Священников Которые имеют доступ к Богу И ответственны перед ним за свое служение Ну, то есть Он и к Богу имеет доступ И к людям имеет доступ Которым он свидетельствует И Цвингли из его группы Начали понимать Что каждый христианин Это ученик Христа И что крещение установлено Христом Только для наученных Для учеников Христа И то же самое Они поняли Относительно причастия Причастие назначено Для учеников Для тех Кто отдал свое жизнь Христу Христианство Это не обычай А это серьезно Это на всю жизнь Это полегримство Это странствование И проповедь В кружке Цвингли Таким образом Рождалось что? Баптизм Баптизм Тогда еще Баптизм рождался Который отличался от лютеранства Крещением по вере И естественным средствами Этого отделения Государства И Государственной Церкви Вы понимаете Что крещение Имеет огромную роль Почему перекрещивают Когда из другой церкви приходят Где по-другому понимается крещение Потому что Это очень важно Как ты представляешь себе Бога Как ты представляешь себе крещение Что оно для тебя означает Почему Обычным перед крещением Люди научаются Потому что Это серьезный шаг И человек должен представлять себе Что это означает И Отличие от лютеранства Крещение по вере И отделение от государства И Государственной Церкви Я остановилась на этом Объяснить это Почему Крещение по вере Это непременно отделение от государства Уже государство Оно над всеми людьми Живущим в этой государстве Правильно? И если Государство не может делить людей К этому я так отношусь К этому я так отношусь Это всеобщее государство А в церкви Один так крещеный Другой так крещеный По вере А не верующие Его не крестят Поэтому Очень важно Отделение от государства Естественные средства Вот Новая церковь Создание новой церкви Нет прихожан Нету клира и мира А есть искупленный Христом Божьи дети Его ученики И покровители Так Так вот Значит Во все это время Он был священником В главной церкви Цюриха Гросс Мюнстерд Называется И там статуя Вот эта Цингли Его проповедь Очень важна Для принесения Реформации в Цюрих Вы знаете И участие в диспутах Диспуты были Делом академическим И в университетах Обязательным И вот так в Лецике Был диспут Вы помните В 1519 году Диспут Лютера И богослова Эбка Но в Цюрихе Такие диспуты Проводил городской совет Тоже очень важный момент Значит Цингли Он решил действовать В контакте И в согласии С городским советом Городской совет Очень одобрял Реформацию И очень одобрял Что делать Цингли То, что он стал проповедовать На понятном языке Городской совет одобрил То, что он По новому завету Проповеди стал говорить Это он тоже очень одобрил Вы понимаете Это была новость Были проповеди Написанные заранее Это была новость И нужно было Очень важно было Это одобрение Городского совета Потом он решил Еще там Какие-то нововведения Сделал Изменил чаши Для Причастия Деревянные Сделал Еще какие-то Вы знаете ли И городской совет Все это одобрял Ему нравилась Реформация Но до известных пределов До известных пределов Он ни в какой мере Никогда бы Не допустил Вот того Что тут рождалось В его кружке Это было То есть Какие-то шаги Очень хорошо Вот мы фильм Будем смотреть Там Перечислены Прямо Это его шаги И они все Были одобрены Но тут Когда речь Прошла О том Чтобы Кто участвует В причастии Вопрос стал О Мессе Причастие Называлось Месса Кто имеет право Участвовать в Мессе И что Это должны быть Вот Крещенные Посвященные Священники Для всех Это Огромный Такой вопрос Значит В 23-м году Был знаменитый Диспут Сурихи В зале Совета Сначала В плане обсуждения Было поклонение Изображениям Что не надо Поклоняться Изображениям Ну и здесь Одержали Обеду Реформаторы Победу Но затем Явился Католический Епископ И потребовал Отмены Решения Диспута А Епископ Ивела Власть Над Красским Советом Вы понимаете То есть Решили так Не поклоняться Изображениям Является Католик И требует Что надо Все это Поменять Затем Обсуждался Вопрос О Мессе И был Поставлен Вопрос О Чистилище Но до Чистилища Дело Не дошло Никогда Не дошло Мессе И в диспуте Принимал Участие Впервые Балтазар Букмайер Самый Видный Будущий Богослов Аннобаптизма Швейцарской Реформации Он убедительно Показал Что Месса Причастие Это не Жертвоприношение А воспоминание И благодарение За уже Единожды И навсегда Принесенную Жертву Христа И Церкви Не должно Быть алтаря Это Революционное Утверждение Было Алтарь Это место Жертвоприношения В церкви Не может быть Алтаря Потому что Наша жертва Уже Принесена А там Приносят Хлеб Хлеб Пронзают Копьяцом Имитируя Жертву Христа Это я читала Правила Православной Церкви Которые Что-то Пронзали Что-то Приносение Понимаете Имитация Жертвы Вот И второе утверждение Купмайера Что Месса Должна Проводиться На народном языке И он Поставил вопрос Вопрос о Мессе Господь усмотрит Купмайер Купмайер Скорее 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 Или медленнее Постепенно Или сразу Цвинглий был Сторонником Постепенной Реформы Надо подождать Пока Городской Совет Созреет Поймет Понимаете Как И даст Согласие Или же Делать так Как ты Ясно видишь Нужно делать И делать Сразу Не дожидаясь Ну в общем Цвинглий Он был Сторонником Постепенного Ведь он же Очень многие Реформы Провел Ну стал На этом На понятном Языке Проповедовать Но стал По По Евангелию Проповедовать А не по Написанным Он изменил Значит там Чаши изменил Он поставил Вопрос Об одежде Священника Он поставил Вопрос Вот о Мессиках И вот тут Значит Застопорилось Потому что Слишком важное Дело Вы поняли Он был Сторонником Постепенного Но вот Балтазар Купмайер Сказал Это уже Усмотрено В писании Там так уже Написано Почему мы Должны Смотреть Нет Свинглий Это уже Усмотрено В писании Отвечал Купмайер И здесь Начало Нового Взгляда На церковь Как Церковь Свободная Свободная Понравилась Лекция Вдохновились Услышанным Поддержите Нас Молитвой И финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на Сайте Я хочу Чтобы Вы Вникли Какой Это был Прекрасный Человек И какой Прекрасный Реформатор Он Проводил Во-первых Городской Совет Поддерживал Все его Реформы И он Стремился Убеждать Городской Совет Он не Хотел Столкновений Бурь Войн Революции Он Хотел Путем Убеждения Тем более На встречу И он Постепенно Постепенно Как говорится Камушек За камушком Убирал И Новое Ставил Что он Вел Он Вел Проповедь По Евангелию И Чтение Евангелия Этого Не было Проповеди Были Написаны В сборник Проповедей Которые Читались И Евангелие Оно Не читалось Только О нем Говорили Вот И он Большое влияние Оказывал На Городской Совет И это Влияние Оно Оказалось Для него Сетью Успехи Были Большие Но И Поражение Получилось Великое Успехи Были Какие Значит Вынесены Были Изображения Из церкви Были Заменены Чаши Простые Чаши Для Хлебопреломления Для Причастия Целый ряд Еще Таких Продуманной Реформы Сносил Все Старое И Камень За Камнем Строил Новое На основании Евангелия Он Проповедовал Оправдание Верою Но Он Соединял Государство И Церковь И Обязанность Власти Заботиться О порядке В церкви Дальше Он Добился Что Это Выглядело Очень Действительно Заманчиво Городской Совет Поддержал Цвингли В том Что Чтобы Был Запрет На Бездравственное Зрелище Что Была Ответственность За сквернословие Чтобы Люди Не Ругались Злыми Плохими Словами И Это Было Требование Цвингли В церкви Но Это Было Поддержано Городским Советом Я хочу Чтобы Вы поняли Что Действительно Это Было Очень Привлекательно Для него В городе Люди Сквернословили Но Поскольку Они Все Ходили В церковь То Получалось Что Это И Церкви Касается И Вот Он Запретил Это Сквернословие А Городской Совет Это Своей Властью Поддержал Мы Бы Тоже Хотели Наверное Вы Понимаете Я Почему Вам Эти Все Акценты Ставлю Чтобы Понимали Что Это Все Так Современно И Мы Тоже Очень Соблазнительно Для Нас Чтобы Нас Власти В этом Поддержали И До Какой То Степени Это Все Хорошо Но Понимаете Что Получилось И Что Настал Момент Когда Власти Не Поддержали И Цвин Ди Остановился И Должен Был Пойти Против Своих Друзей Получилось Опять Это Вилка Вот И Его проповедь В Цюрихе Началась В 1519 Году И Необычно Началась Она Прямо Из Евангелия Это Было Конечно Большое Потрясение Для Всех Слышать Это Мы Говорили Что У него Был Открытый Дом Любой Мог Зайти Сам Он Ходил И По Мастерским И По Ремесленникам С простым Народом Знакомился Беседовал Очень Общительный Был Ну Я Говорила Еще Музыкант На Всех Инструментах Играл Я Еще Назову Какие Изменения Были Внесены В Богослужение Вместе С Советом Цюриха Отвергли Пресуществление Это Очень Серьезно Это Такой Догмат Католический О Пресуществлении Так Вот Цюрих Цвин Висказал Что Это Не По Писанию И Те Согласились Отвергли Пресуществление Значит Использовали Простые Чаши Блюда Монастыри Превратились В школы И госпитали Потому Что Реформация Вообще Была Против Монастырей Как Скопище Вот Бездельников И Скопище Всяких Порохов Но Это Еще Виклев Говорил Монастыри Были Очень Что Не Так Ну Вот В то Время Люди Охотно Все Это Поддерживали Потому Что Всех Раздражало Безделье И Значит Монастыри Превращались В школы И Госпитали Это Под Настоянию Цвингли Но Исполнило Это Все Властью Своей Городской Совет Понимаете Как То Есть Он Все Время Шел Шаг За Шаг Вместе С Городским Советом И Пока Все Хорошо Вот Потом Дальше Цвингли Поставил Вопрос Об 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 Потом дальше. И он думал о будущем. Он нашёл группу учеников очень талантливых, подобрал себе, чтобы они изучили под его руководством греческий язык, чтобы они могли проповедовать из греческого Нового Завета перевода Эразма. Издалека так. Потом начал само это писание изучать. И вот тут начались удивительные вещи. Вы поняли, какие, да? Что они стали читать, и дочитали они до того места, когда Христос предлагает хлеб и вино. Но и кому? С кем он разделяет это? Только с учениками. И они поставили вопрос о Мессе. Для кого она назначена? Месса. Это то, что называется православие и литургия. Для кого она назначена? Только для учеников. И они – да. Вот эта мысль. Главное, что к этому привёл их Цвингли. Это было его убеждение. Только для учеников. Но об этом даже слушать не хотел городской совет. Я хочу эту всю трагедию. Мы потом будем заниматься уже анабаптистами. Но не сразу. Кальвин. Потому что Цвингли и Кальвин – оба реформаты. То, что они там делали изменения, о которых я говорила, это касалось Церкви. И с этим был согласен городской совет. Нет. А вот то, что касается Мессы, это касается уже членов городского совета. Потому что, если участвуют только ученики, а какой знак ученичества? Все ли в городе являются учениками? Все ли члены Церкви ученики? Какой признак ученика? Ну, умницы. Крещение. Крещение. Не детское крещение. А выражение своей веры. Знаете как? Значит, Цвингли должен был распустить свою церковь и сказать, вы, братцы, тут неизвестно кто все собрались. Расходитесь. Будем заново воспринимать. Вы должны будете исповедовать свою веру. Заново покаяться. Но еще страшнее. Это надо было сказать городскому совету, что вы, отцы города, начальники наши, неизвестно кто. Поэтому все вы выходите из церкви, а потом, значит, будем смотреть, как будем принимать вас. Но вы осознаете, что это невозможно было для него? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok